Друзья, всем привет! Вы на канале Квус Бразер Хукс. С вами Димас, оператор Антон. Мы рады вас видеть. Сегодня у нас будет мексиканская кухня. Сегодня будет чили конкарна. Фарш, естественно, мы не домашний. У нас вот мы купили фаршец такой. Ну, опять же, домашний. По названию говядина-свинина перемешку. Сопутствующие будут ингредиенты у нас. Вот такая вот фасоль с кукурузой присутствует. Мы делали обзор, она нам понравилась. Мы баночку оставили. И, естественно, её добавим, потому что такую штуку замечательную грех не добавить. такое замечательное блюдо, как чили конкарна. Естественно, будет халапени присутствовать. У нас чуть остренький, вкусный халапени. Гончервирный. Кому нравится острый, тот поймёт меня. Также присутствует будет томаты на украшение, зелень, кинзы, чуть сырка. И чеснок будем тоже кидать в наш фарш добавлять. Также будет неотъемлемая часть чили. Это лук репчатый. Соотношение к мясу где-то 1 к 2. Также будет оригана у нас присутствовать. Если нет оригана, возьмите базилик. Если нет базилика, вообще ничего не добавляйте. Укропом, петрушкой это блюдо точно не спасти. Самый лучший вариант оригана или базилик. Также масло растительное будет присутствовать. Мы возьмём сметану обычную. 15-20% домашней, какая у вас есть. И чипсы лучше, конечно, взять кукурузные, как мы. Если вы не найдёте кукурузные, в вашем сельпо нету, чипсы кукурузных возьмите картофельные. В принципе, можно это блюдо и без чипсов съесть. Но чипсы это одно из составляющих этого блюда. Также вода святая у нас подготовленная. Немножко мы добавим, когда будем форш тушить. Соль обычная, рязанская. Куда без неё. Чили у нас турецкие. И паприка турецкая, сладкая. Всё вкусное. Всё идеальное. Соевый соус той же фирмы, что Пушка-бомба. И также у нас перец будет. Тут смесь дроблённая. Четыре вида. Красный, зелёный, чёрный и белый. И вот такая вот от фирмы Санта-Мария. Во всех, в принципе, магазинах сетевых продаётся. Очень прикольная штука. Берите, не стесняйтесь. Идеально подходит ко всем мясным блюдам и не только. Так что приступим к готовке нашего блюда. Запускаем нашу печку. То есть комфорку. Ставим температуру на максимум. Вот сковородка отогреется на нашей комфорке очень быстро. Добавим немножко маслица растительного. И в первую очередь приступим к обжарке фарша. Самое главное в этом блюде мягкий фарш. В магазине фарш никто не уверен, какой он по вкусу. Если он будет мягкий изначально, мы его долго жарить не будем. Но он должен быть потушиться и обжариться. Так что сейчас попробуем. У нас комфорочка нагрелась. И мы добавляем наш фарш. Тут грамм 400, наверное. Полкило. Конечно, лучше добавить без бумаги, как мы. Ну, как у вас получится. Огонь максимальный. Мясо должно обжариться. Соль, перец можете добавлять сразу, можете добавить потом. Потому что это все на ваше усмотрение. Но, естественно, если вы добавите соль сразу, больше влаги у вас выделится в фарше. Но при этом влага должна уйти отсюда. Из-за этого, как бы, разницы нет, когда вы добавите соль в данной ситуации. Из-за этого не переживайте. Все, обжариваем сейчас фарш. Пробуем, какой он мягкий. Если не мягкий, мы добавим воды. Если мягкий, сразу кидаем лук. Будем в дальнейшем обжариваться. Ну, смотрите, вот фарш у нас обжаривается. Я обжарился. Пробуем. Очень жестковатый. Я добавлю водички, пусть потушится. Где-то 150 миллилитров. Убавлю огонь. На минимум. И пусть он потомится так. Немножко потушится. Как бы не бойтесь никогда воду добавлять. Она выпарится, лишняя вода. У вас мясопродукты, они потушатся, будут более нежные. И дальше они также обжарятся. Вы обжарите также их на сковородке. Как бы в этом страшного точно ничего нет. Ну, смотрите, ребят, у нас фарша обжарился. Мы чуть ускорились. Устали ждать. И добавляем наш лук. Репчатый. Три головочки здесь небольшие. И все это обжариваем, перемешиваем. Постоянно помешиваем, чтобы лучок у нас не подгорал. Добавляем наш чеснок. Добавляем халаппини. Опять же, можете их порезать. Блюдо должно острое быть. Если вы, конечно, желаете, чтобы было не острое, можете не добавлять много всяких перцев. Но это уже у вас получится какое-то там не мексиканское блюдо, а чуть другое. Также добавляем паприки немножко. Паприка сладкая. Чуть чили. Чтобы не переострить. Но и не сделать ее такую нежную. И все тушится. У нас тоже обжаривается постепенно. Многие чили, которые готовят, хозяйки, они готовят их целый день. С утра начинают. И к концу дня у них чили только получается. И идут на какой-нибудь там конкурс. И выиграют первое место. И едят вкусные чили. Не забывайте всегда чили пробовать. Если вы готовите. Потому что такая штука, как бы, если вы чуть-чуть что-то не добавили, оно не получится у вас. Прекрасно. Я напомню, что я не солил ничего. Чуть перчинки добавил, а оно, в принципе, не чувствуется. Даже вот халапени или чили. Такой оттеночек пикантный. Мексиканки всегда готовят, они добавляют свой аромат. Парфюм в чили. Команданты Чай Гевара. Сальца! Давай, текил наливай. Не надо, конечно. Ну, как бы, фаршет у нас, смотрите, еще поджарился. И мы добавляем еще сопутствующие специи. Как говорил, у нас 4 перца здесь стравленые. Очень хорошая ароматная смесь. Никогда не устану об этом говорить. Мне нравится. И вот фахито. В данной ситуации у меня и буррито было, но взял фахито. Где-то вот пол чайной ложки для ароматики можно добавить. Будет у вас более ароматное чили. И все перемешиваем, что-то специи волокли все мясо. Такое блюдо простое достаточно. Кто любит фарш или кому-то лень, если так сказать, это получается ленивые котлеты. Ну, если вот есть с чем сравнивать это чили. Ну, специи у нас впитались. И добавим соевый соус. Но я не солил. Добавляю соевый соус. Он немножко, опять же, потушится в этом мясе. Ну, где-то, наверное, миллилитров 50 добавил точно. Обязательно попробуем. Интересно. Уже чуть солененькое появляется. Островатость есть, пикантность. Добавлю орегано уже можно. Опять же, эту орегано можете сразу добавить. Ну, где-то вот пол чайной ложки смело добавляете орегано. Кому нравится, можете побольше добавить. Запах приятный. Много достаточно специй. Чувствуется орегано. Солить, наверное, не буду. Может быть, еще перчинку, да. Достаточно очень вкусный чили. Фарш мягкий, хороший, получился. И уже почти последние штришки у нас. Мы добавляем фасоль, кукурузу. Если вы что-то из этого не любите, можете не добавлять. Это получится уже свой ваш чили. В настоящем чили обязательно присутствует фасоль или кукуруза. Мексиканцы любят это, и все бобы вот эти. Друзья, ну вот, наше чили доготовилось, получилось на удивление быстро. На все про все со всеми рассказами минут 20 у нас ушло. Реально, это все блюдо готовится очень быстро. Ну, главное, с фаршем угадать. Отрежем помидорку. Сверху положим. И чуть зеленцы. Никакая другая зелень не подойдет, кроме кинзы. Потому что мексиканцы обожают кинзу. Они ее добавляют везде. Если у вас есть свежий лук, вы любите его, можете тоже добавить. Мы будем сейчас пробовать. Перешли к самому вкусному моменту наших видео всегда. Многие едят просто. Берут чипсину, напомню, она кукурузная. И так едят ее, с фарша вместе уходят. Там ложечки сметаны кладут или еще как-то. Либо вот так сметанку берут. Убивают текилу. И съедают. Получается просто очень вкусно. В принципе, удобно есть, ложка не нужна. Ну, как бы... Приготовили блюдо для вас сегодня такое. Мексиканское, довольно-таки простое, доступное. Попробуй, приготовьте такое дома. Если вы, опять же, первый раз на канале. Видео понравилось, не понравилось. Лайки, дизлайки. Обязательно подписывайтесь. Мы очень рады вынимать. И я желаю удачи и здоровья вам. Увидимся на канале. Пока-пока.